смотрите как будет обстоять дело с домашними заданиями у вас папка fundamentals сейчас мы откроем fundamentals в папке fundamentals есть папка reviewers в этой папке я создам документ в котором каждому из вас будет присвоено по 3 ревьюера например вот будет выглядеть следующим образом сейчас ступу включу например вот это ваш логин вот это логины ваших ревьюеров вот это ваш логин это логин ваших ревьюеров это логины в джире это ваш логин это ваши ревьюеры что с ними нужно будет делать здесь же в папочке fundamentals есть документ описания процедуры ревью здесь пошагово рассказано как делать task ревьюером то есть что вы должны сделать чтобы отправить ваше домашнее задание на проверку что вы должны сделать двух словах вы должны каждому из ваших ревьюеров сделать отдельный task task в джире то есть вы каждому ревьюеру в джире делаете task здесь это написано вместе со скриншотами то есть что клацать где брать ревьюеров и так дальше потом когда вы сделали таск на ревьюера видно не тут просто скрины мелкие но текст мелкий после того как вы сделали таск на ревьюера вы должны на него еще и проект расшарить проект шарится в гитлабе как вы выбираете members в мемберсах есть people вот сюда вы вписываете логин ревьюера в гитлабе роль ему делаете репоттер вот репоттер где брать его логин здесь вы в таблице видите только jira логины а вам надо гитлаб логин будет у вас папочка full access она есть здесь видите гитлаб логин и вот здесь вы видите те данные которые вы заполните вот тут в форме то есть имя фамилия группа jira логин гитлаб логин jira логин то есть вы jira логины типа jira логину находите гитлаб логины и над людей шарить и проекты нет один проект ну один раз шарите то есть ревьюеры не меняются один раз шарите проект только таски делаете разные то есть на проверку каждого домашнего задания вы делаете отдельный таск посмотреть ваш адам а вы ссылку даете именно еще на таск да ну там на пакет на пакет по-моему тоже можно дать ссылку давайте посмотрим то есть но упрощаете жизнь то есть например вот если я захожу гитлаб 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 вот наш фундаменталс puls и вот там программинг вот он смотрите единственное здесь меняется постоянно интерфейс и в скринах вот здесь были Мемберсы. А сейчас это вот здесь. Мемберсы теперь вот тут шестеренки. Вот здесь выбираете и вот здесь есть вот Мемберс. И вот здесь вы вписываете логин и роль. Роль Репортер. Потому что гость посмотреть не может код. Он может посмотреть только там описание всякие. Ну и вот пошаренные на кого проекты. Как посмотреть файлы? Заходите в проект. И вот здесь есть files. И можно, видите, то есть вот, например, лекции. Лекция 2. И вот путь именно к этому пакету. То есть вы там в описании написано, что вы даете ссылку на то, что проверять. То есть вы даете ссылку, в каком пакете лежит ваше домашнее задание. Человек по ссылке кликнул и попал сразу туда, где лежит реализация. Ну, поначалу, да. Они ну как задание одинаковое, там наполнение разное. То есть кому-то там описывать машину, а кому-то что-то другое. Ну, идея одинаковая, а объекты, строки, с которыми вы будете работать разные. Ну, да, в принципе опишите какой-то, создайте класс, но у каждого класс свой, да, посчитайте количество слов, кому-то посчитать количество букв, кому-то посчитать там еще чего-то количество. Ну, в принципе похоже, но чуть-чуть разное. Получается вы получаете домашнее задание, отмечаете процесс выполнения в джире, то есть приступили, выполнили. Потом вы, после того, как сделали домашнее задание, коммитите его. После того, как закоммитили, делаете таск на ревьюера, шарите на него проект, ревьюер проверяет, комментирует ваш таск и осайнит его обратно на вас же. Вы смотрите комментарии, если надо, что-то исправляете и потом осайните этот же таск на меня. Я вижу полностью ваше общение с ревьюером. Ну, а так в принципе в жизни происходит. То есть никто с бумажками не ходит и по телефону не звонит. Я там сделал, проверь. То есть в конторах все идет вот через систему управления проектом. Вы приходите включаете джиру или смотря каким какой системой кто пользуется. Но джира одна из самых популярных. Есть другие трекеры, но джира одна из самых популярных. Вы включаете и видите таски, которые на вас кто-то подправил. Тестировщики, тимлиды. И у вас дедлайнов нету, а в реальных проектах еще есть дедлайны. То есть до какого времени их надо выполнить. Вы их выполняете и поотмечаете, что вы выполнили или реассайните на кого-то, если вы не можете. Все идет общение через трекер. И потом в любом случае, если возникает какая-то непонятка, кто виноват, смотрят кто, что, когда делал и кто, как, на что отвечал. То есть полностью автоматизированный обмен идет. Ну и считается, таск надо такой делать, чтобы человек мог сделать за 8 часов. То есть таск на неделю обычно не делают. Они маленькие. Пришел, сделал, дальше. Чтобы прогресс был виден. Чтобы можно было следить за сотрудником. То есть вы сотруднику дали таск и поставили дедлайн 2 недели. И вообще непонятно, что с ним происходит. То есть делается он, не делается. На сколько он сделал, на 20 его процентов, на 30, на 40, на 50. Две недели прошло, а получается он вообще ничего не сделал. То есть вы из графика выбились. Вы продумевались, что за две недели он будет сделан. Поэтому делают таски небольшие, чтобы было видно прогресс. Идет, не идет, с какой скоростью идет. все идет через а у меня есть графики. То есть каждый человек сколько тасков сделал, сколько не сделал. График рисует по всему проекту, сколько тасков выставлено, сколько сделано. то есть но это уже на усмотрение проверяющего. Ну как бы ты видишь задание и ты видишь его реализацию и делаешь замечание. Что ты считаешь достаточно качественно это реализовано, недостаточно качественно это реализовано. Правильно оно работает, неправильно. Твой, да, ты ревьюер, ты проверяющий. То есть ты должен оценить чек-лист, нету, как такового нету, не, вот аж твой взгляд. нет. Ну все хорошо, замечания нет. Если ты видишь, что код не откомментирован, вообще название непонятное, ты пишешь, отсутствуют комментарии, название переменных не информативно, название методов не соответствует выполняемым действиям, или все, что тебе не нравится, ты как бы пишешь. То есть как такового чек-листа, ну это если там тестировщики, они тестируют по определенным критериям, то тут просто смотришь на можно чек-лист придумать в принципе. Просто тут сложно в том плане, что одну и ту же задачу можно решить очень большим количеством способов. И нельзя сказать этот хороший, а этот плохой. Можно просто один более оптимальный, другой менее оптимальный, но если оно работает, то это уже как бы задача решена. Только она может работать хорошо, а может работать плохо. Ну хорошо и плохо это с точки зрения производительности. Можно написать оптимальный какой-то более-менее какой-то, можно написать как бы, а можно поехать на Салтовку через Полтаву. Ну ты доедешь, ну просто как бы не оптимально. А тут для ревьюеров основная задача в чем? Задача тут даже не столько проверить чужой код и сказать, что хорошо или плохо. Задача сводится к тому, чтобы вы научились читать чужой код. То есть тут проверяю, ну тот кого проверяют, как бы ему дают замечания, он как бы ну идет процесс, плюс вы учитесь читать чужой код. Чужой код читать очень сложно. Проще написать иногда свой, чем разобраться в чужом. То есть вот есть решенная задача, иногда эту задачу быстрее решить самому с нуля, чем разобраться в чужом решении. Потому что у вас одно видение, а у человека совсем другое. вы смотрите общение. Да, есть условия задачи, есть реализация. Вот, поэтому как бы вот это очень полезно, почему часто тесты, ну 95% тестов это по выводу, то есть вам дают чужой код и говорят, а что будет? Если у вас нету навыков читать чужой код, вы смотрите, блин, и как-то все нелогично, непонятно, а когда вы часто читаете чужой код, набиваете руку, и вам становится большой, когда вы учитесь читать чужой код. Плюс второй, вы учитесь формулировать свои мысли. Попробуйте написать замечание человеку, и вы же будете, это будет кто-то читать, и вы же будете, ну, чтобы не подумали, блин, что за идиот писал. Да, то есть ваши замечания прочитают, поэтому писать это надо как-то, ну, свои мысли надо формулировать человечески. Где это как собака. Понимаете, слово сказать не может, потому что вы не умеете формулировать свои мысли. Мысли надо уметь формулировать. Это очень полезно. То есть, ну, как бы, вас спрашивают и начинаете на пальцах вот это, как оно вот как-то так, ну, как я словами сказать не могу. Попробуйте на бумажке взять что-то написать. Ну, хотите, можете комментарии написать и обратно туда. Можете написать комментарии не согласен и на меня. Еще чем это полезно? Самая большая или одна из самых больших проблем джуниоров это неумение работать в команде. Вы не умеете общаться между собой и сообща решать задачи. Для этого чат. То есть вы делаете домашку непонятно. В чат к своим коллегам они делают то же самое. Пытайтесь находить ответы на вопросы сообща. То есть пытайтесь обсуждать, решить как бы они тоже не знают ответом может быть или знают но у вас другое мнение. То есть вам должна быть дискуссия, должно быть обсуждение. Да, то есть вот это очень важно. То есть когда приходят джуниори пытаются пинать чтобы они включались в командную работу. Почему? Потому что вы сидите и вы уперлись и вы тратите время. А проблема с места не движется. Вам надо платить зарплату а вы ничего не сделали. поэтому коллективно вы решите задачу намного быстрее. Причем вы может быть поможете тому кто знает ответ но вы увидите какой-то бах в этом ответе или предложите какую-то другую рациональную весть. То есть в дискуссии рождается истина. Вот это надо как бы себе развивать. Плюс очень полезно пользоваться гуглом. То есть стек оверфлова должен у вас быть любимым сайтом. Английский должен быть вашим любимым языком теперь. Тут ну как бы развивать навыки чтения технического английского. Мне последнее время английский не мой родной но мне искать ответы на вопросы проще на английском технически чем на русском. То есть мне как бы спросить проще на английском чем спросить на русском. Потому что на русском половину вопроса русского половину английского и как-то их состыковать ключевые слова эти сложно. И результатов раз в 10 меньше английско язычных ресурсов то есть ответов намного больше. Ну и ответы там там же никто поймы не пишет да просто там многие пишут для которых ответы для которых английский тоже не родной поэтому в принципе читается нормально. да и читать много не надо главное вопрос кусок кода проблемного у меня такой же и пошел смотреть коды ответа нашел нужную мне строчку вставил заработал половину даже не читал вот из такого списка что там написано просто с опытом приходит поэтому это очень важно вот такие моменты поэтому я вам skype отправлю ссылку она тут наверное даже есть сейчас я посмотрю вот здесь есть links мне кажется здесь есть link на printf regular expression sbgm sql идея git ну я сюда вставлю skype она потеряется ну если кто-то вдруг опоздает на 2-3 дня в истории skype будет просто тяжело найти а здесь она будет всегда на виду сюда линки сами добавляйте то есть что такое это full access надо будет полный доступ дать к этой папке то есть сюда линки сами тоже если что редактируйте добавляйте то есть процедура тестирования практические задания это вы знаете ревьюеры здесь посмотрите еще вопросы примерно понятно что делать надо только попробовать то есть прочитайте описание пойдите по шагам форму форму сейчас найдем вот gitlab plugins вот форма будет фамилия имя на русском группа gitlab плагин jira login вот ссылка да вот эта форма да сегодня вот ссылка вот эта форма я вам окину skype в документы сейчас добавлю форму заполните форму м угли n � v l v am en редактируется. Ладно, не будем тратить время. Можно открыть так. Сейчас. Еще вопросы? Смотрите, я с какой-то отсрочкой буду выкладывать примеры реализации заданий. И домашних, и практических. Ну, один из вариантов, да, я буду выкладывать. Ну, да, тем, кто учится читать код, тем, у кого, кто застрял, не получается. Подсказка. Так, все, добавил. Только у тебя там два документа. Ну, в принципе, не найдете, пишите. Еще вопросы? Когда выложить пример первой домашки? Что тут никого нету? Что туда вещать? Да не, мне выложить это две минуты. Просто к тому, чтобы выш... Ну, как заходить, я так и выложу. Мне, в принципе, выложить быстро. Так, окей, вопросы, я так понял, закончились. Давайте к лекции, потому что реально она здоровая. Сегодня мы с вами поговорим о работе с ссылочными типами данных в Java. То есть, начинаем работать с объектами. Литературу посмотрите сами. Кстати, с книжками определились. Кому что нравится, что читать. И начинаем с ссылочные типы данных. Типы данных в Java, как мы уже говорили, можно разделить на две группы. Это примитивные типы данных и ссылочные типы данных. Их еще называют объектные. Примитивные типы данных, их восемь. Условно их можно разделить на целочисленные, дробные, символьные, логические. Мы их с вами выучили. Я думаю, проблем здесь быть не должно. И переходим к следующей группе. Это объектные или ссылочные типы данных. Их условно можно разделить на четыре группы. Это строки, массивы, классы и интерфейсы. В принципе, здесь не хватает еще и нумерейшенов пятой группы. Но мы их будем учить позже, поэтому их сюда не включили. Также строки являются классами, но в связи с большой их важностью и частотой использования их выделили в отдельную группу. У Oracle даже есть группа специальная разработчиков, которые занимаются чисто строками. Которые ускоряют работу со строками. То есть строки очень важны. Поэтому их выделили в отдельную группу. И что же такое ссылочные типы? Ссылочная переменная хранит адрес объекта в памяти, а не значение. Это самое важное отличие строк от ссылочных типов данных, от примитивных типов данных. То есть ссылочная переменная хранит адрес объекта, а не значение. Примитивные переменные или переменные примитивных типов в своей области памяти хранят непосредственно значение. Понятна разница? Ссылочная переменная может быть обнулена, то есть разорвана связь с объектом, или переопределена, связана с другим объектом того же типа. То есть теперь у нас с вами, смотрите, получается, есть как бы две сущности. Есть ссылочная переменная, а есть объект. Их связывает адрес. То есть ссылочная переменная может хранить адрес объекта. Но это две разных штуки. Можно взять и написать адрес другого объекта. И теперь у нас ссылочная переменная связана с другим объектом. Можно вообще стереть адрес, и будет ссылочная переменная ни с кем не связана. Тип ссылочной переменной определяется именем класса или интерфейса. Вот это важно. Смотрите. Название класса тождественно тип ссылочной переменной. Что это значит? Это значит, что каждый класс определяет новый тип ссылочных данных. Поэтому нельзя сказать, сколько их. Сколько классов, столько и типов данных ссылочных. Каждый класс определяет новый ссылочный тип. Если примитивных типов у нас всего 8, и мы их знаем, то ссылочных типов у нас неограниченное количество, и мы их все не знаем. И не можем знать, потому что вы свой класс создали, вы объявили новый ссылочный тип данных. Вы этот класс стерли, этот ссылочный тип данных пропал. Все, его нет. То есть, смотрите. Я беру, делаю паблик класс шорт. Сделал класс рубашка. Написал паблик класс шорт. Открыл фигурные скобки. Закрыл фигурные скобки. То есть, я объявил новый класс. Как только я объявил новый класс, я автоматически создал новый тип данных. Теперь есть тип данных шорт. И теперь я могу делать переменные этого типа. То есть, пишу шорт myBlueShort. То есть, ссылочная переменная myBlueShort типа шорт. Ссылочная переменная myRedShort типа шорт. Раньше мы писали с вами IntEach, да, например. А теперь мы пишем short myBlueShort. Ссылочная переменная точно так же, как и примитивная, может быть объявлена и проинициализирована, или просто объявлена и потом проинициализирована. То есть, можно сразу инициализировать при объявлении, можно объявить и проинициализировать позже. Ссылочные переменные инициализируются адресами объектов. Как это происходит, на следующих слайдах рассмотрим. Рекомендации по названию ссылочных переменных, таких же, как и примитивных. По Java Code Convention ссылочные переменные именуются, начиная с маленькой буквы в CamelStyle, должно быть существительным и отражать суть предназначения этой переменной. Ясно это? И теперь мы с вами сказали, что ссылочные переменные инициализируются адресами объектов. А откуда же брать эти объекты? Как создать объект? Для создания объектов используется ключевое слово new, после которого указывается имя класса и пара круглых скобок. Такая форма записи называется вызовом конструктора. То есть, вот это вот вызов конструктора. New имя класса круглые скобки. Как мы вот здесь с вами видели, вот. New short. Вот это конструктор. А вызывается он при помощи ключевого слова new. Нельзя просто написать short с круглыми скобками. Это будет вызов метода. А если вы пишете new short, это вызов конструктора. Конструкторы создают объекты. Термин объект или экземпляр класса, это синонимы. А процесс создания объекта называется класс инстинстейшн или создание экземпляра класса. Ну, это теория, да? То есть, можно говорить объект, можно говорить экземпляр класса. Абсолютно идентично. Понятно? То есть, каждый вызов конструктора создает новый объект. Сколько раз вы вызвали конструктор, столько новых объектов вы создали. То есть, можно сказать, тождественно. Вызов конструктора, новый объект. Вызов конструктора, новый объект. результатом работы конструктора является адрес вновь все вновь созданного объекта то есть вы вызвали конструктор и вам этот конструктор в результате своей работы вернул адрес объекта которого он создал и вот если мы здесь посмотрим смотрите я вызываю конструктор этот конструктор когда отработает он создаст объект и вернет мне адрес созданного объекта этот адрес запишу в переменную вызов конструктора создается объект возвращается адрес который я сохраняю в переменную через оператор присваивания ясно это хорошо адрес это шнадцатеричное число скорее всего которое указывает на какой-то диапазон памяти смотрите у вас есть жесткий диск у вас не жесткий оперативная память оперативная память у него там есть байты диапазон памяти который размечен и вот адрес который указывает на конкретный байтик и начиная с этого байтика пошел объект непонятно место в оперативной где начинается где начало хранения объекта да то есть первый первый байт вашего объекта на него указывает этот адрес она его сотрет если к нему нету больше ссылок смотрите в чем особенность объекта давайте перебежим вот сюда хранение ссылочных переменных смотрите примитивные переменные хранят непосредственное значение переменной ссылочные или объектные переменные хранят адрес объекта в кучу раз уже возник вопрос смотрите можно нашу память представить следующим образом у нас есть стек стек это что за область памяти для чего для локальных переменных почему для локальных переменных эта область памяти для работы методов то есть методом выделяется пространство для их нужд из этой памяти то есть все методы используют стек в качестве своей временной памяти временной почему метод перестает работать и память его очищается это хип хип у всех общий здесь хранятся объекты так вот у меня например int counter это переменная примитивного типа int и вот ее область памяти то есть набор 4 байтов который выделен для хранения int а сколько их тут байтов 4 то есть для хранения этой переменной в стеке было выделено 4 байта и в этих 4 байтах хранится число 10 а вот my blue short это ссылочная переменная типа short так вот свои области памяти она хранит адрес адрес в другой памяти 16 ричное число которое указывает на на 1 байт объекта в хипе вот этот адрес а вот объект а у него уже есть какие-то поля с какими-то значениями то есть my blue short хранит адрес объекта с каким-то набором данных размер вот этой области памяти зависит от типа операционной системы вот ее разрядности то есть может быть 32 бита или 64 бита но в зависимости от разрядности вашей операционной системы у вас принято 32 разрядная или 64 разрядная адресация понятно то есть вот тут адрес который указывает на объект в другой области памяти то есть ну этот объект это просто набор байтиков набор ноликов и единичек определенной длины в определенном месте ну как есть дом у вас есть адрес квартира там 56 на и вы поэтому по номеру квартиры можете найти конкретную квартиру так вот мы по конкретному адресу можем найти конкретный объект объекта у объекта нету имени у объекта есть только адрес то есть мы по имени найти не можем имени нету и у квартиры нету имени вы или квартиру с именем квартира написано там меня не знаю когда же квартиру можно назвать маруся на то есть у нее есть номер а здесь есть адрес и все имен нету имя есть у ссылочной переменной а у объекта есть только адрес так вот если на объект не будет ссылаться ни одна ссылочная переменная объект будет считаться неиспользуемым и съестся сборщиком мусора почему потому что так как у объекта нету имени а есть только адрес а мы этот адрес нигде не храним то мы к нему в принципе уже физически обратиться не можем поэтому его можно удалять то есть мы его потеряли то есть это как вы забыли адрес друга все к другу вы никогда не придете понятная идея конструктор класса давайте поговорим о конструкторах поподробнее конструктор это набор инструкций для инициализации экземпляра класса то есть конструктор это набор операций которые нужно выполнить чтобы создать новый объект плюс его создать еще с определенным состоянием часть из этих инструкций предопределенная то есть вы на них повлиять не можете ну это какие выделение памяти разделение этой памяти между перемен ну между полями то есть у объекта может быть 10 полей значит надо выделить место под эти 10 полей распределить как-то эту память между 10 полями присвоить этим полям начальные значения а потом есть еще как бы ваша собственная вариативная часть которую вы можете дописать то есть например присвоить полям определенные значения есть обязательная часть а есть часть которую вы можете сделать как бы от себя ясно у конструктора по определению конструктор это метод имеющий такое же имя как и класс то есть имя конструктора всегда совпадает с именем класса плюс по определению это метод но от метода конструктор отличается смотрите вот у меня есть класс doc у класса doc есть конструктор public doc круглые скобки фигурные скобки и тут какое-то тело чем от метода отличается нету типа возвращаемых данных у конструкторов нету типа возвращаемых данных если вы конструктору напишите тип возвращаемых данных это будет метод с таким же именем как и имя класса но это перестанет быть конструктором и вы при помощи вот этого метода создать объект не сможете причем у вас может быть и метод и конструктор с одинаковыми именами я могу иметь public.doc конструктор и public.void.doc метод оба из них будут выполнять свои задачи, оба будут работать оба можно вызвать, но так писать не нужно потому что реально путает просто читабельность снижается они друг другу не мешают выполняют разные задачи там есть тип возвращаемых данных, там нет тот вызываете по имени с круглыми скобками, там вы new пишете то есть они как бы друг другом не пересекаются но так писать не надо, потому что блин, вы запутаетесь и имя конструктора всегда совпадает с именем класса конструктору можно передавать аргументы так же как и методу, то есть вы можете писать конструктор с аргументами вот здесь в круглых скобках может быть набор аргументов аргументы это обычно исходные данные для работы конструктора например у вас есть чертеж стола и у вас есть слесарь, слесарь это конструктор стола да, вы ему говорите создай мне стол слесарь пошел там или плотники сделал вам стол какой он вам сделал стол? по умолчанию а если вы ему скажете сделай мне зеленый стол он вам сделает зеленый стол то есть в качестве аргумента выступает слово зеленый то есть вы можете как бы конкретизировать задачу построения объекта то есть создать объект по умолчанию или создать объект уже в определенном состоянии понятная идея каждый класс имеет конструктор если в описании класса конструктор отсутствует то компилятор автоматически создат конструктор по умолчанию со следующими свойствами не принимает аргументов то есть имеет имя класс name с круглыми скобками имеет пустое тело позволяет создать объект путем вызова оператора new class name с круглыми скобками мы с вами писали уже классы никаких конструкторов вы там не создавали если у класса нет ни одного конструктора то компилятор сам в этот класс дописывает конструктор по умолчанию так называемый это конструктор без аргументов с пустым телом то есть этот конструктор просто вам создаст объект по умолчанию ясно? вы его не пишете и не видите но можете использовать то есть пользоваться и можно но вы его не видите также в классе может быть несколько конструкторов с различным количеством аргументов это так называемые перегруженные конструкторы то есть в классе может быть несколько конструкторов ни один, ни два, может быть десять и все они будут иметь одно и то же имя но будут отличаться набором аргументов то есть что это значит вы можете сказать плотнику да, кому мы там называли плотнику сделай стол он вам сделает стол какой? ну такой, какой посчитает нужным такой, какой у него по умолчанию вы можете сказать сделай мне коричневый стол он вам взят коричневый стол вы можете сказать сделай мне коричневый стол с серебристыми ножками сделай мне коричневый стол с серебристыми ножками тремя ящиками с ключом то есть понятно это все разные конструкторы вы задаете разный набор исходных данных и плотник должен поддерживать этот функционал я могу только цвет менять извини все остальное это не ко мне но если мы 3 раза попросили то 3 объекта он сделает давайте с вами это и попробуем давайте сначала без конструктора с одним конструктором а потом попытаемся разобраться что же такое перегруженные конструкторы так так а в в к наше давайте создавать другой какой-то класс давайте сделаем хьюмана класс human человек здесь товарищ говорил в европе был видел стол для программиста который периодически меняет положение по таймеру спина не уставала тут два монитора таких нависают клавиатуры на магните чтоб не подалом с мышкой то есть ты можешь лежать можешь стоять можешь сидеть и запрограммировать чтобы он это периодически тебя там сам ворочал надо еще колесики придет чтоб на кухню ездил может не долететь квадрокоптер чтобы летел до кухни он по gps должен летать а gps то через стены не пробивает полетный контроллер это да он же там сколько-то метров проехал влево а были же детские игрушки помню программируешь 5 метров вперед повернуть на 20 градусов 10 метров влево программу написать на кухню моем было советская игрушка еще было три с половиной тысячи евро стул но это это стола стул то есть это стул это но как как у стоматолога похожий стул как у стоматолога вот только там вместо вот этих бормашин крепления для мониторов это немцы таким увлекаются но я сам не видел товарищ рассказывал видел то может у них там еще круче у японцев наверное еще к этим к столу еще идет резиновая кукла они любители придачу которая за кофем бегает фриланс называется фриланс фриланс ru бирже это но их биржами еще называют то их много но это их в америке ну фриланс это русская снова есть американские крупные там вообще жестко там школьники выкладывают домашние задания по программированию раздел школьнику на рандом на школу понес такие задать 30 долларов 40 долларов бирже да и там кто-то там вы бирже да есть такие но многие с них и начинают многие программеры и плюс на фрилансе там еще подрабатывают то есть мы делаем правят стринг правят инт рейдж теперь подождите мы геттер и сеттер учили увлекся паблик вот в принципе хьюман данный мэйч есть причем может быть даже вот так это уже хьюман то есть я могу создать объект от этого класса то свете я класс объявил все он уже есть то есть я могу здесь написать human например вася равно new human я создал объект если он пустой но создать его могу причем но он не совсем пустой там есть что-то от родителя создался объект human и ссылка на этот объект записалась ссылочную переменную вася даже корректнее наверно не вася писать а корректнее написать просто какой-то human потому что сегодня это вася завтра это петя ну можно так можно так вот мы с вами сделали класс в этот класс можем добавить поля взял и с буфера стер по уже не возвращается они сейчас можем добавить name можем добавить age теперь есть вопрос а как же к этому name и age достучаться то есть ну мы с вами сделали объявили класс human добавили сюда name добавили сюда age создали объект этого human а а как же получить доступ к name и кейджу для этого используется оператор . доступ к методам и полям объекта выполняется с помощью оператора . с использованием этого оператора можно как считывать так и устанавливать значения полей в случае вызова метода класса обязательно надо указывать имя метода плюс круглые скобки с аргументами или без если их нету что сюда смотреть давайте пойдем сразу сюда то есть я могу сказать human.h давайте с ней мы начнем равно вася и теперь я могу это я установил значение теперь я могу его считать пишу human name да вот вася понятно это это ссылочная переменная это ее тип да дальше про конструктора еще не говорили созданный объект может быть присвоен ссылочной переменной того же типа как и класс объекта так же типу любого родительского класса что это такое смотрите мы с вами создали ссылочную переменную мы ее объявили а потом ее и инициализировали объектом того же типа то есть я создал ссылочную переменную типа short и проинициализировал ее объектом типа short то есть у меня есть ссылочная переменная есть объект у ссылочной переменной есть тип и у объекта есть тип понятно идея то есть это объект типа short а у меня объект типа human здесь ссылочная переменная типа short а у меня ссылочная переменная типа human разные типы и как мы с вами уже сказали созданный объект может быть присвоен ссылочной переменной того же типа то есть ссылочная переменная может хранить ссылки объектов того же типа тип short тип short но когда мы с вами выучим наследование то ссылочные переменные смогут у нас хранить ссылки на объекты дочерних типов по отношению к типу ссылочной переменной ну смотрите у вас есть шкаф для вещей что вы можете положить в этот шкаф вещи понятно да то есть тип шкафа или тип ссылочной переменной вещь вы туда ложите тот же тип вещь но вы не сможете туда положить машину например ну шкаф не предназначен для хранения машин шкаф предназначен для хранения вещей но у вещей у типа вещь есть типы потомки когда наследование будет что такое тип потомки рубашка это потомок вещи джинсы потомки поэтому джинсы можно положить в шкаф для вещей рубашку можно положить в шкаф для вещей потому что джинсы это потомок вещей а шкаф для вещей мы не делаем шкаф для джинс шкаф для рубашек шкаф для носков мы делаем шкаф для вещей и туда ложим вещи и все что их потомки а все что потомки это тоже вещи то есть все как в жизни ну просто на языке реализовано то есть 90 ну 90 я загнул Но 50% синтаксиса языка проецируются на реальные вещи, на реальные предметы. То есть как в жизни, так и там. Есть, конечно, такие вещи, которые уже сложно спроецировать. Но если сильно подумать, то может все равно проекция какая-то найдется. Проецировать иногда полезно, чтобы лучше запоминать. Лучше всего запомнить это понять. Если вы поняли, то вы запомните. Если вы не поняли, то, скорее всего, вы это быстрее забудете. Пока, как бы, это я вам сказал для того, чтобы вы понимали, что не всегда будет тип ссылочной переменной совпадать с типом объекта. Пока будет всегда. Пока мы не выучим наследование, у нас так будет всегда. То есть тип ссылочной переменной равняется типу объекта. Но когда мы выучим наследование, в 95% случаев совпадать они не будут. Ну, как показывает практика, но тоже загнул. Наверное, процентов 60 типы разные. Ну, как, опять же мы говорим, шкаф для вещей, но мы туда ложим не вещи. А джинсы, рубашки, вещи, вещи, вообще такого нету понятия, что за абстрактное. Поняли это. Про конструкторы поняли. Про то, как обращаться к полям поняли. Единственное, что еще хочется вам показать. Смотрите. Мы написали... Мы создали объект. У этого объекта есть name, есть age. Как нам этот объект вывести на экран? Сейчас это я смотрю, ничего ли я не забыл. Как нам его вывести на экран? Ну, мы взяли с human, достали name, распечатали. Что можем сделать? Можем взять human, достать age, тоже распечатать. Правильно? Вася, 0, значение по умолчанию. А хочется напечатать прямо объект. Мы что с вами печатаем? Примитивные значения. Ну, мы значения полей печатаем. А хотелось бы напечатать значение объекта. Как это сделать? Ну, можно попробовать так. Println, human. Почему бы нет? Не пойдет. А что не пойдет? Не пойдет. Вот. Хотелось бы напечатать human. Пошло, но вот так. Имя класса. Вот это не адрес. Это хэш-код. До какой-то джавы, не помню до какой, до седьмой, по-моему, это было адресом. Но потом, с точки зрения безопасности, взяли и заменили это хэш-кодом. Хэш-код это просто число, которое идентифицирует объект. Но это не адрес. То есть, это не физический адрес в памяти. Убрали с точки зрения безопасности. Вы в джаве с адресами работать не можете. Вы с памятью работать не можете. То есть, вы из джавы полезть в память не можете. Нету таких механизмов. То есть, джава от вас скрывает адреса. Вы не можете посмотреть физический адрес, где лежит объект на память, объект в памяти. Это, ну, человеку не нужно. Но это, но с точки зрения, ну, смотрите, у вас приложение, но работает. Там есть объект, они лежат в памяти. Вы посмотрели, где в памяти лежит объект, полезли в обход языка и поменяли что-то физически в памяти. Да, ну, это как бы злоупотребление, да? То есть, ну, это как, типа, вирус, да? То есть, вот. И решили, что язык джава высокоуровневый, и нам такого не надо, и вам вообще не показывают адресов. Ни адресов не показывают, ни менять вы их не можете, ни явно адрес указать не можете. То есть, то, что вам дали, вы этим пользуетесь. Но вы не видите, ну, физическое значение этого адреса. Вы говорите, это адрес, да, но какой он, вы посмотреть не можете. То есть, если я по этому адресу где-то куда-то в память полезу, непонятно, что там будет. Ну, не то, что я хочу. Потому что это не адрес. Понятная идея? В C, например, можно работать непосредственно с памятью. Вы можете сказать, прочитай мне байт вот с таким адресом и прямо с памяти физически кусок, кусок данных вытяните. То есть, в Java так нельзя. Почему такой вывод? Какой-то такой он странный, да? Ну, Full Qualified Name вот. А зачем? Ну, как-то оно непонятно зачем. Странно. Преимущество с Java еще в чем? Смотрите. В том, что у вас есть доступ к исходным кодам. То есть, очень большое количество классов и софта идет с открытым кодом. Вы можете посмотреть, как это реализовано и почему оно так работает. Вот. Мне, чтобы понять, почему оно так работает, надо открывать документацию и читать. Документацию к чему? К Println или к Human. Или просто посмотреть, почему Println так напечатал моего Human. Как посмотреть реализацию? Я зажимаю Ctrl, навожу на Println правый клик мыши. У меня открывается реализация Println. Только я пока прокручивал, перекрутил. Вот. Println для объекта. То есть, Println для всех объектов. Human это объект. Все Human, все объекты печатаются вот этим Println. Как он работает? Есть класс String, строка. Которая создается при помощи метода Value из моего Human в данном случае. А потом эта строка печатается. То есть, скорее всего, весь секрет скрыт здесь. Почему? Потому что вот эта строка, которая методом ValueOf была сделана из моего Human. Понятная идея? Смотрим, почему так ValueOf работает. ValueOf получил моего Human. То есть, если он равен, если он равен, то он строку нал вернул. Ну, текст нал. Если нет, на моем Human вызвал метод ToString. ToString моего Human получается. То есть, ToString моего Human. То есть, ToString моего Human. Из Human сделал строку. Отдал ее ValueOf. У ValueOf ее отдал Println. Но Println эту строку напечатал. Значит, исходя из этого кода, это то же самое, что написать вот так. Human.ToString. По идее, результат должен быть тот же самый. То же самое. Теперь вопрос. Что это за ToString? Кстати, смотрите. Я говорю, какие методы у Human есть? Смотрите, сколько их. Я только Name и Age давал, да? А это что такое? А это методы от родителя. У всех классов есть общий родитель. Общий родительский класс. Он называется Object. И у этого класса Object есть вот такой набор методов. А потомки от родительского класса наследуют все поля и все методы. Вот мой Human от своего родителя, неявного, все это и наследовал. В том числе он наследовал ToString. Понятно пока? Не потеряли еще ход мысли? Смотрим на ToString. Смотрите. GetClass. Метод GetClass возвращает класс, из которого был создан объект. GetName. Вот это имя. Плюс собака. Плюс хэш-код в шестнадцатеричном виде. Вот хэш-код, а вот перевод его в шестнадцатеричный вид. Вот это родительский ToString из моего Human сделал вот такое неподобство. Это я показываю, как разбираться в коде. Если вам непонятно, почему он так работает, как производить анализ. Ну да, вы можете... Вам непонятно, почему так println работает? Вот я показал. То есть я смотрю устройство println, смотрю устройство value-off, вижу, что там... Вижу там ToString, смотрю ToString. Ага, вот почему так. Теперь задача какая? Задача, чтобы оно печаталось по-другому. То есть, ну, нафига мне вот такое вот... Ну, что мне с этим делать? О чем оно мне говорит? Ни о чем. Мне оно не нужно. Я хочу по-другому. Что это значит? Это значит, чтобы было по-другому, надо переделать ToString. А ToString это объект моего... То есть это метод моего родителя. Как переделать? В Java есть такой механизм, который называется переопределением методов. Называется overriding. То есть я родительские методы могу overriding. То есть переопределить. Это не значит, что его затираю, меняю. Это значит, что я делаю себе такой же, но с другой реализацией. То есть будет ToString у родителя его, а у меня будет свой ToString. Такая операция называется overriding. Мы его еще будем с вами подробно рассматривать. Но так как мне бы хотелось ToString сейчас, и когда мы придем с вами к рассматриванию overriding, нам это уже будет более-менее привычно. То есть мне надо ToString написать у себя вот здесь. У себя вот здесь я хочу ToString, чтобы им можно было пользоваться, чтобы печаталось красивенько. Задача эта очень распространенная. Поэтому некоторые методы можно даже самому руками не писать. За вас это может сделать компилятор. Я нажимаю Alt-Insert, и у меня получается вот такая штука. Генераторы. Список генерируемых сущностей компилятором. Он может генерировать конструкторы, Get, Reset, Reqs, HashCode. И вот наш ToString. То есть ToString эта штука умеет генерировать сама. Я говорю, давай мне ToString. Здесь он говорит, для каких полей. Я говорю, для нейма и для эйджа. Нажимаю ОК. Он мне сам предложил реализацию ToString. Overriding это аннотация, говорящая о том, что дальше пойдет переопределение метода. PublicStringToString. И он возвращает строку, созданную из моего Human. Ну, как бы, из значения полей Human. Здесь я могу менять эту строку, как хочу. Могу ее по-другому сделать. Предположим, что меня эта реализация устраивает. Запускаю теперь. Это ToString нужен для того, чтобы сказать, как из вашего объекта сделать строку. Что хотите поменять? Здесь написано Human, квадратная скобочка, плюс Name, плюс Name, плюс Name, вот этот, вот кавычки эти. То есть, переписать можно как? Ну, менее извращенно. Скажем, не нужны нам вот эти все ваши кавычки. Это слово. То есть, ну, это то же самое, только без вот этих кавычек, ну, скобочек. Где-то что-то не дописал. Плюс не поставил. То же самое. То есть, эту строчку можно менять. В зависимости от того, как вы ее поменяете, поменяется принцип печатания вашего Хьюмана. Это как? Как? Как описать объект, да? То есть, вы берете рубашку физическую, и вам говорят, опишите ее текстом. И вот вы пишете, рубашка красного цвета, размера L, ценой 200 гривен. Текстом. Да. Ох. Ох. ну тут не system out println писать надо будет все равно просто у меня теперь system out println хьюмана пишет по-другому зачем для дебага то есть в логах чтобы понимать какое значение объекта у нас какие у него поля может быть что прямо пользователь видел что-то на экране ну тут как бы задачи решаются много и она очень часто если даже в иде этот функционал вставили как стандартную операцию альт-инсерт control наводим мышкой на то что хочет посмотреть control мышка да ту стринг там через меню source generate тоже все это есть ну вот для того чтобы печатала вот надо делать вот так так то есть переопределять ту стринг надо что вернуть строка любого вида мы про ратурн сегодня поговорим ясно это то есть то есть метод вызывается тоже через точку мы с вами ту стринг вызывали хранение ссылочных переменных обсудили давайте давайте с вами обсудим пока свежо перегрузку конструкторов чуть не по порядку но раз мы уже про них начали говорить перегруженные конструкторы смотрите в приложении может быть несколько конструкторов эти конструкторы будут с одинаковыми именами но разным набором аргументов например new elevator без аргументов new elevator с интернелем аргументом new elevators с интернелем и булевым то есть без аргументов с интернелем интернелем Зачем это нужно? Такая возможность называется перегрузкой конструктора. Обратите внимание, что конструктор по умолчанию вызывается только если в классе не определены другие конструкторы. В противном случае конструктор без параметров должен быть указан в явном виде. Что это значит? Давайте с вами вернемся назад. И здесь мы создавали human видите, без аргументов. Теперь давайте к нашему human добавим еще один конструктор. Вернее, первый конструктор. У нас его ни одного не было. Можно писать конструктор руками. Можно, как я уже сказал, alt insert и говорю конструктор. Давайте руками напишем хотя бы один раз. Я пишу public, пишу human и ему передам аргументы. какие? Да, то есть, почему я создаю хьюмана и хьюман, как бы у меня такой человек по умолчанию. И только потом я ему даю имя, даю возраст. А если я хочу сразу создать хьюмана с возрастом и именем изначально. Я конструктору даю стринг, например, new name и int new age. А здесь пишу name поле, которое равняется new name, а age равную new age. Таким образом, я, вызывая конструктор, сразу укажу, какое мне нужно имя, какой мне нужен возраст и создастся объект требуемого типа. А почему здесь хьюман заругался? Потому что такого конструктора больше нету. Конструктор по умолчанию создается только в том случае, если у вашего класса нет ни одного конструктора. Если у вашего класса уже есть конструктор, конструктор по умолчанию не создается, следовательно, пользоваться вы им не можете. Но мы можем его прописать руками и тогда мы можем дальше им пользоваться. То есть, давайте пропишем его руками. Вот. Теперь у меня два конструктора. Хьюман без аргументов, хьюман с двумя аргументами. Я могу пользоваться как этим конструктором, так и тем, который только что определил. То есть, могу написать, например, Хьюман, Хьюман один равно Нью Хьюман Коля с возрастом 25. И его напечатать. Сразу создался нужный мне Хьюман. То есть, через принтернет удобно посмотреть состояние объекта. Что там с ним? Какие у него значения полей, методов и т.д. Не, у нас вот здесь реализация, а здесь мы им пользуемся. Там мы его объявили и реализовали, а здесь мы его используем. Здесь мы его вызываем. Ну да, это же объект Хьюмана. У объектов всех Хьюманов теперь другой принтернет. Один раз задал, да, и все. Отсюда нет. Если я тут напишу опять ToString, вызовется все равно мой ToString. Не родительский, а мой. Так, хорошо. Это понятно? Переназначение ссылочных переменных. Интересный момент. Смотрите. Перерыв будем делать. Давайте разберем это и сделаем. Переназначение ссылочных переменных. Смотрите, у меня есть ссылочная переменная MyShort, которую я инициализирую объектом Short. Еще одна YourShort инициализирую объектом Short. Получаем вот такую вот картинку. Ну-ка, пока без крестиков. То есть MyShort с этим адресом, вот с этим объектом. YourShort вот с этим адресом, вот с этим объектом. А потом я беру и делаю вот так. MyShort равно YourShort. Что происходит? Я в MyShort записываю ссылку из YourShort. Получается, это выглядит следующим образом. Я старый адрес в MyShort стираю и записываю на его место копию адреса из YourShort. То есть адреса здесь теперь одинаковые. Следовательно, вот эта связь разрывается, вот этот объект удаляется сборщиком мусора. И получается ситуация. Две разных ссылочных переменных ссылаются на один и тот же объект. Какие в этом могут быть особенности, как вы думаете, в этой ситуации? Смотрите, если я иду вот через эту ссылочную переменную к объекту и меняю ShortID на 10. То для MyShort он тоже поменяется на 10, хотя я этого делать не просил. То есть ссылки две, объект один. Меняя объект по одной ссылке, он как бы меняется и для второй ссылки тоже. Ну это как человек, у которого два паспорта. То есть фактически это как бы юридически два человека, но на самом деле это один человек. Да, если мы владельца одного паспорта там посадим в тюрьму, то с владельцем второго паспорта произойдет то же самое, хотя вроде никто этого с ним не делал. Нет, она останется. Ну если мы вот это стираем, ну а как механизма, связи тут нету. Связь в том, что две переменных ссылаются на один и тот же объект. Причем мы не знаем, сколько ссылок на этот объект. То есть я, если у меня есть ссылка юшорт, через эту ссылку я не могу узнать, кто еще ссылается на этот объект, сколько их копий-то. Нет. Нет. Нет никак. То есть... Если у вас есть копия паспорта, вы же не знаете, сколько еще копий этого паспорта, существует в мире. Понятно? То есть вот такая вот идея. Причем с этой идеей нужно быть очень аккуратным. Ну, потому что если мы меняем объект по этой ссылке, то для этой он тоже поменяется. И проверка равенства или эквивалентности объектов. Смотрите, когда мы с вами учили примитивные типы, мы говорили, что оператор двойное равенство проверяет непосредственное равенство значения переменных. Да? То есть мы могли взять переменную, например, типа byte, переменную типа int и через оператор двойное равенство сравнить их значения. И получили бы тут что? True. На самом деле мы бы сравнивали не разные типы, а сравнивали бы один тип int. То есть byte мы бы предварительно расширили до int и сравнивали бы два int. То есть, ну, когда вы сравниваете два разных типа, компилятор пытается их привести к одному и сравнивать одинаковые типы. Ну, сложно сравнивать разные типы. Ясно это? Ок. Но! С ссылочными типами дело обстоит слегка по-другому. Оператор двойное равенство для объектов проверяет, что переменная ссылается на один и тот же объект. То есть для ссылочных переменных вот этот оператор сравнивает адреса, которые в них хранятся, а не объекты, на которые эти адреса указывают. То есть два абсолютно одинаковых объекта нам дадут false, потому что у этих объектов разные адреса. То есть мы с вами сравниваем не состояние объектов, а их адреса. И true будет только в том случае, если две ссылочных переменных хранят одинаковые адреса. То есть две ссылочных переменных ссылаются на один и тот же объект. Да, только в этом случае будет true. Все остальные будут false. Адреса разные, все. Иначе false. Понятная идея? Ну, проверить ссылаются ли две переменных на один и тот же объект или нет. Вот можно таким образом. То есть вы же не сможете узнать вот это и вот это переменные. Это они ссылаются на разные объекты или на один и тот же? Через звольной равен, свой получит true true. Значит один и тот же объект false. Значит разные объекты. Ну, физически, ну как, объекты могут быть одинаковыми, но физически это два разных объекта. То есть два разных одинаковых объекта. Почему так сделано? Потому что критерии равенства, что это? Что считать одинаковым? Ну, смотрите, у вас есть два стола. Для кого-то два стола с одинаковым цветом, это уже одинаковые столы. А для кого-то скажет, да не, у того стола вон царапина, но уже разные столы. Ну, понятно? Критерий. Критерий равенства надо задать. И для сравнения объектов по их состоянию используется метод equals, который есть у всех объектов и который приходит от класса object. Ну, как toString. То есть equals есть у всех. Но реализация equals объектовского объектовского как двойное равенство. Делает то же самое. Поэтому если вы хотите сравнивать объекты по их содержимому, equals надо реализовать самому. Ну, смотрите, о чем я. У меня есть human1, который Коля, да. Я говорю, давайте напишем то же самое. Ну, human1 сравниваю с объектом Коля, которому 25 лет. Получаю false. Я говорю, давайте попробуем через equals. Беру equals. Получаю тоже false. Почему? Смотрю, как устроен equals. Причем, видите, он мне подсказывает. Это equals из объекта. Откуда он ко мне пришел? Я же сам его не делал. Смотрю на equals. Его реализация это использование двойного равно. Поэтому equals объектовский для сравнения состояния объектов не подходит. Так же, как и тустринг из объекта, в принципе, тоже зачастую никому не подходит. Поэтому, если вы хотите ваши объекты сравнивать не адреса, а их состояние, то equals надо писать самому так же, как мы делали с тустрингом. Ну, самому описывать критерии равенства объектов. То есть, что считать одинаковых human, у которых имена совпадают, у которых имена с возрастом совпадают или у которых количество родинок на лбу совпадает. Ну, то есть, критерии могут быть разными. Как это делать, мы с вами пока разбирать не будем, потому что, как бы, нам знаний пока написать equals не хватит. Мы это потом сделаем. Есть вопросы? Тогда периф, а потом работу с методами. Так, и мы с вами переходим к работе с методами. Объявление метода. Давайте повторим, в принципе, вы уже знаете. Смотрите, объявление методов состоит из следующих элементов. То есть, сначала идет модификатор доступа, он опциональный. Если не напишете, будет использован модификатор доступа по умолчанию, который является package. Потом идет тип возвращаемых данных, он обязательный. Даже в том случае, если ваш метод ничего не возвращает, обязательно написать тип данных void, который как раз говорит о том, что метод ничего не возвращает. Потом идет имя метода. Имя метода пишется с маленькой буквы в camel style и должно быть глаголом. Потом идет пара круглых скобок, внутри которых могут быть аргументы. Если аргументов нет, то они пустые, но они обязательно должны быть. Потом открываются фигурные скобки, внутри которых содержится код-блок вашего метода. То есть, то, что метод делает. Потом фигурные скобки закрываются. В принципе, мы это с вами уже рассматривали, но быстренько повторили. Вызов методов объектов. Вызов методов объектов производится с использованием оператора . Тоже делали. Вызов методов в текущем классе. Смотрите, для вызова методов текущего класса достаточно лишь указать название вызываемого метода, если необходимо передать аргументы методу. Ну, например. Что мы можем с вами сделать? Давайте что-то напишем. У нас есть наш human. Давайте ему добавим метод. Ну, какой-нибудь... ПАБЛИК, ВОИД, например, СЕЙ, ХЕЛЛОУ. И СИСТЕМ.OUT.PRINT.LN. Hello, например. My name is... Ну, так. Теперь можем его вызвать. Посмотреть, как он работает. То есть, как мы уже сказали, для вызова метода используется оператор . Human. SayHello. И запускаем. Получили вот такой вывод. Hello. My name is... Вася. Теперь вызов методов в текущем классе. Давайте сделаем еще один метод. Из одного метода вызовем другой метод. Давайте сделаем метод... ПАБЛИК. ВОИД. Как там рождаться? БОРН. Так. Рождаться. ПАБЛИК. 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 Скажем, SayHello. И, например, напишем... I'm born. Да. Ну, какая-то такая логика. Видите, я SayHello вызвал без оператора . без него. Просто написал SayHello. То есть внутри класса к методам обращаемся напрямую по их имени. Не надо ни операторов . ни объектов, ничего. Просто по имени обращаемся к тем методам, которые мы хотим вызвать. И можем этот метод тоже вызвать. То есть... Human. Born. Hello. My name is Vaся. I'm born. То есть отработал. Опять же SayHello. И вот это написал. Понятно? Вызываемые, вызывающие методы. Смотрите. Метод, в котором вызывается другой метод, называется вызывающим. Calling Method. Метод, который вызывается другим методом, называется вызываемым. После вызова метода, выполнение вызывающего метода приостанавливается до момента возвращения результата вызванным методом. Что это значит? Смотрите. У меня здесь метод main. Метод main запускается виртуальной машиной. То есть вы, когда запускаете ваше приложение, запускается виртуальная машина, виртуальная машина запускает метод main. Метод main работает в main потоки. При старте метода, методу передается управление потоком. То есть, грубо говоря, ваш метод управляет потоком. Говорит, что поток делает. Метод main работает, 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 например, и доходит вот сюда. И он вызывает метод bone. Как только он вызывает метод bone, он отдает этому методу управление потоком и приостанавливает свою работу. Когда метод bone вызвали, дали ему управление потоком, он начинает свою работу. Он работает и вызывает метод sayHello. Методу sayHello передается управление потоком. И когда управление потоком метод bone отдал, он приостанавливает свою работу, а sayHello начинает свою работу. SayHello получил управление потоком и работает. Вызывает println, дает ему аргумент и управление потоком. Начинает работать println. То есть, управление потоком это как тестофета. У кого управление потоком, тот и работает. println завершил свою работу, возвращает управление потоком sayHello. SayHello получил управление потоком и продолжает работать. Выполняет все, что у него там, какие наборы инструкций. Завершает свою работу и возвращает управление потоком тому, кто его вызвал, bone. Bone получает управление потоком, вызывает println, дает ему управление потоком. Println поработал, вернул управление потоком. Bone завершил работу, вернул управление потоком main, main продолжил работу. да то есть мы сначала даем управление потоком туда 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 те потом завершать свою работу и возвращают управление потоком назад чтобы мы продолжили работу грубо говоря вот вы и когда пишете приложение и продумываете алгоритм работы да кто будет вызван кто поработает потом кто дальше поработает вы как бы принимаете решение кому будет придано передано управление потоком, кто будет работать. Грубо говоря, вы когда по алгоритму пальцем ходите, да, этот сюда, сюда, вы как бы отслеживаете движение этого управления потоком. Кто работает? Понятная идея? То есть, эта идея важна, она как бы потом отвечает на многие вопросы, если что-то непонятно. Из вызывающего метода можно вызвать сколько угодно методов. Нет ограничения на количество вызываемых методов. Вызываемый, вызывающий метод могут быть в одном классе или в разных. Вы можете вызывать свои же методы или вы можете вызывать методы других классов. В зависимости от расположения вызываемого и вызывающего методов, то есть в том же классе или в разных, используются разные синтаксы с обращением к методам. Через оператор точку или напрямую по имени. Видели с вами? Вызывающий метод может обращаться к вызываемому методу в любом порядке, независимо от того, в каком порядке они объявлены в классе. То есть, смотрите, порядок объявления методов в классе непринципиален. Я вызывал sayHello, который объявлен позже, чем я его как бы использую. Ну, эти Bon вызывают sayHello, а sayHello ниже. Никаких проблем. То есть, порядок объявления методов в классе вообще ни на что не влияет. Ну, главное, как бы да. Ну, как бы в каком порядке они в классе объявлены, это не важно. То есть, в некоторых языках это важно. То есть, нельзя использовать то, чего еще как бы не было. Да, в Java такого нет. Какой из методов объявлен правильно? К вам вопрос. Ну, все элементы присутствуют. Передача аргументов вызываемому методу. Вызываемому методу можно передать список аргументов. То есть, вы вызываете метод, ему даете список аргументов. Этот список может быть нулевой длины, то есть, ни одного аргумента не даете. Или это может быть, условно говоря, бесконечной длины. Сколько хотите аргументов, столько вы можете и передать. Единственное, что очень много аргументов обычно не передают. Плохо читается код потом. Вызываемый метод может возвратить значение вызывающему методу. Метод может вернуть результат своей работы. Причем вернуть он может только одно значение. То есть, передать вы можете много аргументов, а в ответ получить только одно значение. А если мне надо вернуть два значения, как быть? Ну, сабстринг он обрезает? Ну, мне надо вернуть несколько значений. Мне надо, чтобы один возвращал несколько. Ну, вернуть пять чисел. Мне надо пять чисел вернуть. Как вы думаете, как можно решить задачу? Я вернуть могу только одно значение. А мне надо вернуть пять чисел. Вот мой метод, мне должен вернуть пять чисел. А вернуть, язык говорит, можешь только одно значение. То есть, мы его должны куда-то положить, эти пять значений. То есть, мы берем массив, складываем туда наши пять значений, и возвращаем массив, один массив. Создаем объект. В объект сохраняем все эти числа и возвращаем один объект. Понятно? Ну, это как вы в магазин ходите, у вас две руки, но вы же не по два товара носите. Вы видите пакеты, вы ходите с пакетом. В пакете много товаров. То есть, то же самое и здесь. Объявление методов с аргументами. Смотрите. Как мы объявляем? Public, void, setFloor, а потом в круглых скобках через запятую перечисляем аргументы. Список аргументов, передаваемых вызываемому методу, указывается в круглых скобках. Если передается несколько аргументов, то они разделяются запятыми. При передаче указывается тип аргумента, его локальное для метода имя. Смотрите, когда я объявляю метод, я его могу объявить с аргументами. Аргументов может быть несколько. Если несколько аргументов, они разделяются запятой. Если вы объявили метод с аргументами, значит этот метод может быть вызван только с этими аргументами. Вы не можете сказать, что этот я вызову с другим набором аргументов. С каким набором аргументов метод определен, только с таким набором значений вы его можете вызвать. Когда вы объявляете метод с аргументами, каждый аргумент содержит тип и имя аргумента. Тип аргумента, имя аргумента. Имя аргумента это локальное имя для этого метода. Оно в принципе не принципиально. Здесь может быть любое имя. То есть это имя, через которое вы можете обратиться к тому значению, которое передали методу. Помните, мы с вами на прошлом занятии стороны треугольников передавали? Как еще так сказать? По совместительству аргумент это локальная переменная, которая инициализируется значением извне. То есть можно сказать, что это локальная переменная, которой будет присвоено значение при вызове метода. Понятная идея? И потом через внутри этого метода, через эту переменную мы можем обращаться к этому значению. Вызов методов с аргументами. При вызове метода, объявленного с аргументами, необходимо указать список переменных в соответствии с объявлением метода. При вызове методов можно указать как переменные, так и непосредственные значения. Что это значит? Например, смотрите. У меня был метод объявлен вот так. То есть я сказал, что метод называется setFlor. У него два аргумента. Первый интовый, второй стринговый. Главные типы. Следовательно, когда я буду этот метод вызывать, я обязательно ему должен дать два аргумента. Первый это интовый, второй это стринговый. Ну, я ему должен дать два значения. Первое интовое, второе стринговое. И вот когда я вызываю этот setFlor, я первое даю интовое значение, второе стринговое. Наоборот, нельзя. Вот именно два, и именно в таком порядке. Причем не обязательно их давать непосредственно значениями. Я могу написать две переменных. Типа int и типа string. Я могу здесь вызвать другой метод. Но главное, чтобы этот метод возвращал string. То есть, в принципе, я в качестве аргумента могу написать что угодно. Лишь бы это что угодно в результате своего выполнения имело тип string. Главное тип. Да, чтобы типы совпадали. Потому что приложение будет проверять типизацию. Можно. Ну, эта же строка. Просто пустая. Можно. Понятно по методам. Возвращаемое методом значение. В любом методе, где тип возвращаемого значения не void, должно быть указано ключевое слово return с соответствующим значением. То есть, если у вас тип данных, тип возвращаемых данных, отличный от void, обязательно должен быть return в методе. И этот return обязательно должен быть достижимым. То есть, что значит достижимым? Мы к нему приходим в любом случае. Returnов может быть много. То есть, у вас и if, например. If return, за if тоже return. То есть, два return одновременно достижимы не могут быть. Могут быть, например, три return, но каждый из которых достижим при определенных условиях. Понятно? Можем. Но главное, чтобы не было dead-кода какого-нибудь. То есть... Дальше. Return может возвращать результат вычисления выражения. Например, вы не обязательно returnите там значением. Вы можете return результат арифметической операции. Вы можете return результат работы другого метода. То есть, мой метод returnит результат работы другого метода. Главное, чтобы типы совпадали. Можно. Ну, я из метода вышел. Например, если у нас метод, который возвращает какой-то значение, то мы потом багали их, если там какой-то значение, которые обваживают на самом деле. И, например. Ну, return и число. Да. Нет. Я имею в виду, мы можем предоставить себя определенного значения и когда вы return, что вы на вершину получили у нас. Не, return. Если я говорю, я число возвращаю, ну, int возвращаю, я должен return, но этот int вернуть. То есть, я должен что-то вернуть. Только если void. Если... Ну, завершить с каким-то значением. С числом каким-то. То есть, мой метод обязательно что-то возвращает. Он не может сказать, а я ничего решил не возвращать. Нет. Return все, я вышел. Да. Но break выходит из цикла. А return выходит из метода. Из метода. Ну, как? Ну, break из цикла и метод продолжает работать. Return из метода и метод уже не работает. Ретурно уже все, конец. А если у меня возвращаемая статья на выбор тик, я могу null? Нет. Null это значение по умолчанию для ссылочных типов данных. То есть, у меня тип, если у меня тип возвращаемых значений human, тогда я могу null вернуть. А если у меня тип возвращаемых значений int, я должен число int вернуть. Ну, любое число int. и готовое. Понятно? Не понял. Ну, я могу вернуть, но я в любом... А, я могу вернуть что-то и его нигде не использовать. Не вопрос. Конечно. То есть, я вызвал метод, он поработал, мне что-то вернул, но мне то, что он вернул, не надо, и все. Я его никуда не сохранял, не использую. То есть, это часто, ну, нормальная практика. То есть, часто методы что-то возвращают, но в моем контексте то, что они возвращают, особенно, это какие-то булевые значения. Ну, мне как бы... Из методов, которые всегда возвращают true. Ну, ну, то есть, всегда вот. У метода, например, return true, и все. Прямо так, метод всегда возвращает true. Ну, и никто не обращает внимания, что он там вернул, потому что он всегда его возвращает. Ну, это просто для выполнения, ну, это он, для выполнения синтаксиса определенного. Вот, надо, чтобы было булевый тип возвращаемых данных. Ну, false, в принципе, невозможен. Поэтому он сюда возвращает true. Метод может возвращать единственное значение или объект. Это мы обсудили. Результат, вычисленный, результат, возвращенный методом, может быть сохранен в переменную или передан другому методу в качестве аргумента. То есть, например, вот метод, он возвращает какое-то значение, это сохраняю в переменную. Могу не сохранять, могу передать другому методу. То есть, делаю то, что мне, как бы, нужно. Преимущества использования методов. Смотрите, правильный дизайн методов позволяет сделать программу более читабельной и легко поддерживаемой. Что значит правильный дизайн? Есть такое, есть такая концепция, называется Single Responsibility. То есть, единичная ответственность, да, то есть, под которой понимается, что один метод решает одну задачу. Если у вас две задачи решаются в одном методе, это плохо, разбейте это на два метода. Считается, что методы должны быть маленькими. Видели мы с вами смотрели? Println маленький, потом еще маленький, и вот эта куча маленьких методов. Почему? Не пишите здоровых методов. Если вы написали вот такой метод, скорее всего, там решается не одна задача, а с десяток под задач. Ну, например, у вас задача большая, но для ее решения, параллельно, ну, как бы, в результате ее решения вы решаете еще десяток задач. Разбейте этот метод на десяток задач. То есть, у вас будет не один метод, а десять. В чем преимущество? Такой метод будет проще читаться. Ну, представьте, вот в таком методе разобраться. Лучше много, но маленьких. Они будут читабельнее. Потому что, вы говорите, вот я получил данные, вот я получил ответ, вот я получил данные, вот я результат, вот я получил данные, пошел отслеживать перемешение вот этих всех данных. Кто-то кого-то куда-то передал, то есть, вы запутаетесь быстрее. Тестить их проще. Да, маленькие методы оттестить проще и поправить ошибку, чем найти ошибку в этом здоровом и ее исправить. Плюс модульность увеличивается. Вот эти маленькие подзадачки, скорее всего, вы сможете еще где-то использовать. Чем вот эту одну здоровую, ее будет тяжело использовать в решении другой задачи, потому что она объемная. Ну, легкий пример это там готовим что-то на кухне. То есть, мы можем сказать, задача приготовить борщ. Вот, целиком задача. При приготовлении какого блюда вам надо готовить борщ? В рамках какого блюда вам надо борщ готовить? А никакого, это отдельное блюдо. Если вы приготовление борща разобьете там, почистить картошку, порезать картошку, помыть капусту, порезать капусту, я не знаю, закипятить воду, то, понятно, что почистить картошку это еще много где можно использовать. Да, в других задачах, то есть, почистить картошку вы используете и в сварить борщ, и сварить картошку, и там какой-нибудь там драники сделать, и там, то есть, один и тот же метод вы будете использовать много раз. А так вы будете каждый раз писать одну и ту же логику. В борще я ее напишу, там, в картошке я ее пишу, может чуть по-другому, но у меня будет такая, псевдо-дублирование может слегка отличаться, но одна и та же задача будет много раз описана. Вот это очень важно. То есть, пишите маленькие, завершенные под задачи, и потом их комбинируете в решении одной большой. Чуть-чуть что-то добавить, да, и вы получите. Это решается на этапе дизайна. То есть, вот это все, то есть, вы смотрите в перечень задач и пытаетесь найти пересечения у этих задач. И потом все эти пересечения делаете отдельными, маленькими методами. И потом их просто комбинируете в разных комбинациях. Использование методов и классов позволяет выполнить разработку ПО быстрее, то есть, ну, реиспользовать этих методов. Корректить дизайн классов методов позволяет повторно использовать разработанный код. То есть, то, что мы сказали. Методы позволяют отдельным объектам взаимодействовать между собой и распределять задачи, которые необходимо выполнить приложению. То есть, все взаимодействие между классами, и объектами в основном производятся при помощи методов. Методы вызывают друг друга. И за счет этого как бы реализуется алгоритм работы вашего приложения. Какой из методов будет вызван? A, B или C? А как определить? Типы данные. Это int, это float, это string. int, float, string. Типы данных. Понятно? То есть, по типам данных. Поэтому типы данных важны, имена аргументов не важны. Обычно их называют так, чтобы было понятно, что это. То есть, вы видите там int, а, нифига непонятно, int, и что это, наверное, возраст. Статические методы и переменные. Что это такое? В общем случае, для получения доступа к переменным методам создается экземпляр класса. То есть, если вы хотите вызвать метод, вам сначала нужно создать объект. Если вы хотите получить значение поля, вам сначала нужен объект. Ну, например, у нас у хьюмана есть метод say hello. Если нет у хьюмана, кто говорить будет. Если нет у хьюмана, возраст чей? То есть, age принадлежит хьюману. Функционал принадлежит хьюману. Да? Но, обозначив переменную или метод статическими, можно получить к ним доступ без создания объекта. То есть, статические методы и статические поля можно вызывать и использовать без создания объектов. Почему? Потому что эти поля и методы принадлежат классам, а не объектам. Причем, статические поля и методы являются общими для всех объектов этого класса. устройства. например, модель какого-то устройства. Она общая для всех экземпляров этого устройства. Если вы берете там, я не знаю, нибудь устройства возьмем. Например, телефон Samsung 7S. Телефоны сколько их? Много. У всех одна и та же модель. То есть, модель это общая на все устройства. Если переименуют эту модель, то все устройства переименуются автоматически. То есть, это принадлежит не конкретному объекту, а всем. А общее для всех. То есть, цвет у телефонов могут быть разный, но модель у всех одна и та же. Статические переменные методы называются переменными класса и методами класса соответственно. Давайте с вами что-то попробуем. Ну вот еще. Объявление статических методов и переменных производится с помощью ключевого слова static. Обращение к статическим полям производится по имени класса, хотя можно обратиться и по имени объекта. Давайте у Хьюмана что мы сделаем. Смотрите, у Хьюмана можем сделать типа статическое поле public static string и тип сделаем породу type только через i пишется. по-моему? Не, через i type и как напишем как он homo sapiens не знаю как пишется homo sapiens вот тут а еще и в конце homo sapiens то есть тип и этот тип общий для всех то есть human один смотрим human что-то так некрасиво что-то так некрасиво хм теома sapiens хьюман один что-то не запустилось тоже должен быть тоже homo sapiens а теперь вопрос а если я возьму и сделаю вот так кого-нибудь давайте другой тип какие еще бывают типы как я тоже так думаю что будет вот с этим с human почему мы присвоили human один а human тоже стал то есть я же human один присвоил тип видите human один там hypo erectus human type был homo sapiens печатаю он тоже вот это странное название потому что это поле одно общее на все объекты human то есть human может быть много а поле в единственном экземпляре но если у вас на всех один общий пирожок и кто-то его съел у всех пирожка не стало или кто-то надкусил пирожок то у всех стал надкушенный пирожок то есть это одно общее поле на всех если мы меняем его то оно меняется для всех поэтому рекомендуется к статическим полям обращаться через имя класса а не через имя ссылочной переменной тем самым подчеркивая то что это статическое поле то есть я могу сделать следующим образом я пишу human точка type к этому полю я могу обратиться через имя класса и сюда что-то присвоить то есть теперь у всех вот такой тип понятно оно общее на всех одно у всех поле общее для всех и принадлежит оно классу а не объекту обычно в статических полях там хранят какие-то ограничения общие данные константы типа статиков то есть константы типа единиц измерения каких-то экспонентов число пи и так дальше то что какое-то общее понятие не надо его в десятки много раз хранить один раз будет достаточно ясно это какой-то набор операций ни с какими объектами не связаны например математические функции они все статические объект объект никакой не нужен просто это набор каких-то операций с числами предопределенный когда моментом vậy начало определенными объектами для определенного объекта не принципиально когда эта штука не принадлежит объекту а просто какое-то действие описывает или какое-то значение то есть когда логический метод или переменной не принадлежит объекту описывает общую характеристику или действия. Понятно это? Ну, то есть, как мы тип для людей писали. У всех один и тот же, наверное. Зачем тогда каждому говорить, что у тебя такое? Давайте скажем, для всех общие все. Ну, это как порода кошка, да? Ну, или как тип кошка. Смысл каждой кошки говорит, что она кошка. Все они одинаковые по своему по своему типу. Или когда необходим доступ к методу и переменной без создания объекта. Ну, обычно это методы утилиты, какие-то хелперы, которые нужно, чтобы просто выполнялся какой-то набор действий и с каким-то конкретным объектом это не связано. И к вам вопрос. Какой из характеристик описывает статический, а какой экземплярный тип? Ну, не статический. То есть, есть статические поля и методы, есть экземплярные поля и методы. Вот какая характеристика, что описывает. I often invoke using class name через имя класса. Да. I unique to individual object. Эмплярный. A common across multiple object instance. Статический. Require object instantiation. Do not require object instantiation. Статический. Вот это. A often accessed by using an object reference variable. Ссылочная переменная. Object reference variable. Ссылочная переменная. Значит, экземплярный, не статический. Окей. Разобрались. И мы с вами переходим к перегруженным методам. Смотрите, в классе может быть несколько методов с одинаковым названием, но разными аргументами. Такие методы называются перегруженными или на английском overloaded. перегруженные методы различаются друг от друга по списку аргументов. То бишь, смотрите, похоже на перегруженные конструкторы. У нас с вами есть класс calculator. Calculator. И здесь есть метод sum. Еще один метод sum. И еще один метод sum. Три метода sum. Но друг от друга они отличаются набором аргументов. Здесь int int. здесь float float, а здесь int float. Причем имена этих аргументов в принципе не принципиальные. Здесь они совпадают. Ясно? сейчас разберемся. Не обязательно. Вызов перегруженных методов. А как же вызывать эти методы? Прежде чем разобраться, как вызывать, давайте разберем такое важное понятие, как сигнатура метода. Сигнатура метода это совокупность названия и списка аргументов, точнее типов аргументов. Причем порядок аргументов имеет принципиальное значение. Возвращаемое значение не входит в сигнатуру метода. То есть сигнатура метода это имя и набор аргументов или набор типов аргументов. Вызов перегруженного метода производится по соответствию названия и списка аргументов в сигнатуре вызываемого метода. То есть, какой метод вызывать определяется по имени и набору аргументов. Какой здесь метод будет вызван? int, int, здесь, здесь, info. Казалось бы, все понятно, но давайте с вами вот такой примерчик рассмотрим. Например, у меня есть... static, метод sum, у которого есть short s1, например, short s2. Здесь говорим тип возвращаемых данных, пусть будет short. Напечатаем метод, который был вызван. Ну, чтобы понять, какой метод вызван. И вернем результат. Да, ну да, ну ладно, напишем int, чтобы приведение не делать. И делаем еще один метод. Тоже sum, только здесь будет double. Вот и напишем d1, d2. А. 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 но так и здесь будет дабл теперь что мы здесь с вами делаем считаем давайте вот так сделаем с out сумм 2 3 вопрос что будет выведено на экран а какой из методов отработает проверим а я что сюда передал два инта а шо у меня здесь два шорта то есть он не может им ты в шорт засунуть поэтому он у меня какой здесь метод вызывается сумм int int а такого вообще нету поэтому он смотрит какой максимально близкий метод до которого можно вот эти аргументы автоматически расширить он берет 2 и 3 расширяет до даблов и вызывает вот этот метод вот в этом и подвох что аккуратно вы можете вызывать один метод отработать другой ну если понятно если у меня был бы int int отработал бы int int но именно такого может не быть вы вроде бы как бы вызываете оно работает но будьте аккуратно какой отработает из перегруженных вот в этом хитрость понятно окей поехали дальше перегруженные методы в java api в java api существует большое количество перегруженных методов например существует несколько перегруженных методов println которые используются для вывода различных типов переменных мы с вами часто пользуемся println мы ему даем все подряд правильно печатаем не это 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 и он печатает какой бы тип данных ему не дал он их печатает может создаться впечатление что один такой мощный println нет на самом деле их просто много смотрите пустой println println boolean println char int long println float println double массив чаров println string println object то есть println много для каждого типа свой println строка ну мы строка плюс что-то получается строка значит отрабатывать тот который строка какой из вариантов является перегруженным методом для вот этого вот это к вам вопрос то есть имена совпадают типы данных разные перегруженные конструкторы разобрали и давайте еще поговорим об методах еще один важный момент смотрите делаем метод паблик void static забыл написать change age так change пишет или и в конце change age и здесь пишем int age здесь я пишу age плюс плюс делаю перегруженный метод только здесь пишу human здесь пишу h.h ну таких два метода теперь беру какого-нибудь своего human коля вот у меня есть human1 и делаю следующее давайте сначала его напечатаем наверняка чтобы видеть что там с ним чтобы видеть что там с ним потом беру change age даю ему age human human1 age и смотрю как поменялся мой human и делает тоже ну похоже но вот так вам вопрос в каком случае изменится возраст ну тут вот в один println вот второй println после какой в каком после какого change age в human не поменяется возраст вот тут поменялось вот тут тут в чем хитрость у вас есть передача аргумента по значению а есть передача аргументов по ссылке что у меня получилось в этом случае я говорю change age и этому change age даю int аргумент когда мы в качестве аргумента даем int любое примитивное значение в качестве аргумента передается копия моего значения то есть я беру копию age human и передаю сюда копия числа если поменяют копию числа на оригинале как-то изменится то есть поэтому как бы примитивные типы данных передаются по значению что это значит передается копия моего значения у меня есть значение туда передается его копия если копия меняется оригинал не страдает что здесь у меня ссылочный тип данных что я сюда передаю я сюда передаю копию адреса я передал копию адреса то есть этот age указывает на тот же объект что и human1, то есть две ссылки на один и тот же объект а здесь я беру и меняю age того же объекта, на который указывает мой human1 помните, мы с вами говорили, две ссылки на один объект вот здесь две ссылки на один объект и я меняю через одну из ссылок значение моего объекта вот, работают обе, но вторая поменяет вообще ничего он поменяет копию значения, а потом она потеряется а здесь мы через копию адреса поменяем сам объект да ну у меня один объект, но на него две ссылки я к этому объекту просто через разные ссылки иду то есть ссылочный перемен в ссылочную переменную передается копия адреса на тот же объект а в примитивную передается копия самого значения то есть сюда передается копия age, а сюда передается копия адреса human1 Но эта копия указывает на тот же объект. Я сюда не копию хьюмана передаю, а копию адреса. Чувствуете, в чем разница? Это очень важный момент. На нем тоже иногда люди спотыкаются. Маскирование полей экземпляра локальными параметрами. Смотрите, что это. Локальные параметры методов маскируют поля экземпляра с одинаковыми именами. Помните, мы с вами говорили, что локальные переменные маскируют поля с теми же именами. Так вот, локальные аргументы также маскируют поля. Например, если вызвать метод с параметром currentFlo, то этот параметр будет ссылаться на параметры... Ладно, лучше своими словами. Смотрите, если у меня есть, например, параметр currentFlo или аргумент currentFlo и поле currentFlo. Так вот, если я внутри данного конструктора буду обращаться по имени currentFlo, я буду обращаться к аргументу, а не к полю. Для того, чтобы обратиться к полю, мне нужно использовать специальное ключевое слово this. Ключевое слово this является неявным аргументом метода. То есть, этот this хранит ссылку на объект, внутри которого оно используется. Или оно используется. This. Да? Ну, давайте еще разок на примере. Смотрите, я здесь специально писал newName, а здесь name равно newName. Видите, они, имена различаются. А что, если я сделаю вот так? То... Получается, name равно name. И это будет значить, что аргумент равен сам себе. К вот этому name это никакого отношения не имеет. Получается, вот это имя маскирует имя моего поля. Понятная идея? Теперь, если я внутри конструктора или внутри метода буду обращаться к name, я буду обращаться не к полю, а к аргументу своему. Потому что аргумент это как бы мое родное, оно мне ближе. А как теперь все-таки до поля достучаться, если имена аргументов совпадают с именами полей? Для этого есть специальное ключевое слово this. И вот это ключевое слово this хранит ссылку на объект, внутри которого это все происходит. This name равно name. А если на самом деле быть, то this это неявный аргумент методов или конструкторов. Что это значит неявный аргумент? Смотрите. У меня есть, например, вот bond, да? Метод. Он хранится в одном экземпляре. В специальной области памяти, в классе. У меня есть класс. Класс human. У класса human есть набор методов. И есть объекты. Так вот, в объектах методы не хранятся. Объект это просто набор полей. Ну, набор значений полей. То есть human это просто name и age. Все. В объекте human хранится только имя этого объекта и возраст. Методы там не хранятся. Методы хранятся в классе. Соответственно, когда я вызываю какой-то метод, методу надо сказать, а для какого объекта его вызвали? И вот методу как раз и говорят, для какого его объекта вызвали при помощи ключевого слова ZYS. То есть ZYS это неявный аргумент методу. То есть этот аргумент, которого мы не пишем, но он здесь есть. То есть, грубо говоря, запятая, здесь есть ZYS. Но этот ZYS даем не мы, а этот ZYS дает виртуальная машина. То есть ZYS это неявный аргумент. И этот ZYS хранит адрес объекта, для которого вызывается этот метод. то есть ZYS это адрес объекта, а через оператор точка я могу достучаться к полю объекта. Ну, условно, да, но у нас же может быть этих хьюманов очень много. то есть если вернуться вот сюда, то у меня есть два объекта. Например, шорты. Видите, сами объекты хранят что? Только поля. Например, у класса шорт много методов. Например, есть метод дисплей, который выводит информацию о рубашке. Когда я вызываю метод дисплей, реализация метода берется из класса. И этому методу говорят ты вызван для вот этого объекта. И дисплей работает с этим объектом. Если я вызову дисплей и дам ему другой, ZYS, то он будет работать для вот этого объекта. То есть ZYS это тот неявный аргумент, который передается методу для того, чтобы сказать, для какого объекта его вызвали. Поэтому ZYS внутри методов и конструкторов хранит как бы ссылку на объект, для которого этот метод был вызван. А через ссылку на объект мы можем долезть до полей этого объекта с использованием оператора точка. Это если как бы попытаться понять физику процесса. Если физику сильно не вдаваться, а просто как бы запомнить использование, то ZYS позволяет через синтаксис ZYS точка имя поля можно достучаться до маскированных полей. Поэтому здесь мы можем написать вот так. ThisH равно H. Вот это это обращение к полю, вот это это обращение, ну он подсвечивает, куда я обращаюсь. но если у меня ситуация, что имя аргумента совпадает с именем поля, тогда происходит маскирование. И мне надо и к аргументам обращаться, и к полям обращаться. А как разграничить, где что, если имена одинаковые. Так вот, при помощи ZYS точка мы можем разграничить, куда мы в данный момент хотим обратиться. Сильно непонятно. То есть, ну, это называется неявным аргументом, который содержит адрес объекта, с которым мы в данный момент в данном методе или конструкторе работаем. Да, но это или конструктор, или метод, не важно. Ну, с методами та же ситуация, что и с конструкторами. Спрашивайте, что они поняли. потому что это нормально, если что-то непонятно. То есть, это два разных, то есть, это name поле, а это name аргумент конструктора. Ну, так получилось, что у меня и аргумент, и поле имеют одинаковые имена. А я внутри конструктора, или мне внутри конструктора надо и с полем работать, и с локальным аргументом. Блин, а у них имена одинаковые. Как сказать, что мне нужно? Поле или аргумент? аргумент, вот это поле, а вот это локальный аргумент, а это аргумент. Это я значение аргумента записываю в поле. это мы значение, которое пришло в качестве аргумента, записываем в поле. Ну, все. То есть, вот это запишем вот сюда. это задача конструктора, такая, что он то, что ему дали в качестве аргумента, пишет в поле. Вот этого вот объекта. УЗИС хранит ссылку на объект. Ну, это в основном в конструкторах используется. Где бы еще это можно было применить. Другой конструктор написать, ну, синтаксис тоже в методе, то же самое будет написано. Потому что name должен быть тогда объектом. name.name это значит, что в name хранится объект, у которого есть поле name. А name это строка, а у строки нету name. Непонятно. Смотрите. Давайте, смотрите, еще это просто ты уходишь к полям. Смотрите, давайте добьем еще один слайд. и если ЗИС останется непонятным, еще к нему вернемся на следующей лекции. Ну, попробуйте, да. У ЗИСа есть еще одна функция. Эта функция заключается в вызове одного конструктора из другого. То есть, у нас, у класса, как мы сказали, может быть много конструкторов. Не один, а много. есть возможность из одного конструктора вызвать другой конструктор. Как это делать? Если первый оператор конструктора имеет вид ЗИС с аргументами, то вызывается другой конструктор этого же класса. То есть, я пишу Public Elevator например, вот обычный класс. Потом пишу еще, то есть, обычный конструктор. Потом пишу еще конструктор Public Elevator Int Floor потом This Floor False. Вот этот ЗИС вызывает вот этот конструктор. Применять ключевое слово ЗИС для вызова другого конструктора очень полезно. При этом достаточно лишь один раз написать общий код создающий объект. То есть, при помощи этого мы можем уходить от дублирования кода. Например, смотрите. Я хочу создать еще один конструктор, который будет создавать Human только с возрастом. Как я могу это сделать? Могу написать вот так. То есть, только с именем разговариваюсь. Причем, я хочу в этом случае, чтобы возраст был изначально один. Я должен написать H равно 1. Давайте this H напишем, чтобы подчеркнуть то, что это поле. Вот два конструктора. Но смотрите, как-то код слегка дублируется. Как от этого уйти? я могу написать вот так. This сюда написать name ,1. Вызывай этот конструктор. Я первая инструкция вызываю другой конструктор этого же класса. Вот этот. Ему даю name и ему даю в качестве возраста единичку. конструктор выполняет вот эти операции. Ну да. Да. То есть теперь в коде что я могу сделать? Код. А. Это же есть код. Теперь я могу например Машу создать. Смотрите пишу. Human Human 2 равно new Human сюда дать Маша и все. то есть из одного конструктора я вызвал другой конструктор. Потому что в нем тот набор операций что или действий что мне надо уже как бы реализован. Осталось ему только дать правильные исходные данные. Можно с большим и вызывать тот кто с меньшим дать ему 2 то есть можно было сделать наоборот. например можно переиграть как вот это сюда вот это сюда а здесь мы пишем здесь сюда даем name то есть сюда пришел name age name я присвоил через этот конструктор age дописал сам результат будет тот же ну а не не тот же подождите а тут тогда name age останется нулем то есть age будет иметь значение по умолчанию потому что вызвав этот конструктор age я вообще никак не инициализирую то есть в этом случае сейчас age будет равен нулю у Маши а что null был бы значение по умолчанию для стринга null то есть видите можно можно так можно так ну я два имена там тих human два класса а то мы смотрели с source коды какого-то другого класса то есть этот ход я закомичу дома можете поковырять в принципе на следующем занятии мы с вами статический импорт еще рассмотрим и рекурсию сейчас я думаю вам уже хватит да следующая будет лекция еще м м м м Продолжение следует...